Добрый день, коллеги! Здравствуйте, уважаемые делегаты и зрители нашей конференции. Ну, собственно говоря, выбор темы нашей панели, экспансионистские планы Кремля, естественно, мы выбрали не случайно. Это, в общем-то, одна из злободневных тем, касающихся проживающих народов по соседству с России в связи с агрессивной политикой Путина. И, конечно, как мы все прекрасно знаем, Путин проводит эту политику не только для граждан России, в общем-то, преследуя инакомыслия, но и, собственно говоря, уже стремится вовне. В принципе, эта тема будет беспокоить до той степени и до того времени, пока этот преступный режим Путина не упадет, так как она, в общем-то, действительно заграгивает агрессию Кремля в отношении соседей. В общем-то, это своеобразная стратегия поведения Путина. Об этом все уже знают, все это все понимают. И, конечно же, когда мы выбирали тему, нам был предпринесен, может быть, такой блестящий повод для этого, потому что буквально, как вы знаете, в канун 75-летия Победы Путина была опубликована большая, такая достаточно программная статья в американском журнале National Interest. Ну, в общем-то, у этого журнала есть такие, собственно говоря, чекистские корни, где он, в общем-то, ну, на мой взгляд, пытается в очередной раз переписать историю и представляет вот этот предвоенный период Второй мировой войны и в дальнейшие последующие Ялтинском-Базамске соглашения, как оправдывающие все действия, которые делались и творились в первой половине XX века советским руководством. Вот. А потом, сразу же после этой статьи, такой мостик перебросил уже на вопрос пересмотра границ, когда он в программе на Попокодинском канале «Россия-1», в общем-то, предельно откровенно заявил, что вошедшие в состав Советского Союза республики, выходя в 91-м году, они вышли с русскими подарками. Видимо, под этими подарками он, в принципе, предположил наличие вот этих вот территориальных претензий к этим республикам в отношении стран бывшего СССР. На сегодняшний день в зоне риска находится достаточно большое количество территорий. Это и Северный Казахстан, это и Грузия, и страны Балтии, и, соответственно, естественно, Украина, в отношении которой, в принципе, в эти же минуты, в эти дни продолжается агрессия, боевые действия подконтрольных Кремлю разных террористических подразделений с прямым участием регулярных российских частей. И, безусловно, в зоне риска находится и Молдова с предистровьем вопросом, и также Республика Беларусь, в которой, опять-таки, в эти дни происходят репрессии в отношении граждан, которые не согласны, ну, я бы так назвал, со 105-м сроком Александра Украшенко. Поэтому мы назвали нашу панель «Экспрессионистские планы Кремля», как бы, в общем-то, давая, перекидывая этот мостик вот к этим двум поводам, которые я обозначил. Я хочу представить наших двух уважаемых спикеров, которые сегодня будут обсуждать эту тему. Это Тарас Березовец, известный украинский политолог, журналист, глава общественной организации Фонда национальной стратегии и идеолог проекта «Свободный Крым». Правильно, Тарас? Да, все верно. Да, да, да. И не менее уважаемый наш грузинский коллега, общественный деятель, политолог Гела Васадзе. Гела, приветствую вас. Добрый день. Добрый день. Вот перед тем, как мы перейдем к нашим обозначенным трем подтемам, я предлагаю вам, нашим уважаемым спикерам, высказать свою позицию по заявленной теме, достаточно общую позицию в течение пяти минут, и в дальнейшем мы каждую подтему рассмотрим отель. Ну, если вы позволите, я начну. Да, да, Тарас, пожалуйста. Если мы говорим, да, о статье Владимира Путина, которая вышла в National Interest, и потом, напомню, она также сопровождалась большим интервью, кстати, очень талантливо записанным для российского канала Государственного России 1, где он уже расширил эти тезисы, условно говоря, он расширил и объяснил, что он имел в виду. Безусловно, статья эта, которая была написана не им, но, очевидно, она согласовывалась с Путиным, она написана точно так же талантливыми пропагандистами, но, тем не менее, абсолютно неудачными, я бы сказал, живыми историками, поскольку в ней приводятся, ну, конечно, в кавычках, научные, исторические факты, в частности, то, что Польша напала сама на себя, Польша участвовала в члене Чехословакии, и фактически она повинна в развязывании Второй мировой войны, а на самом деле Советский Союз при Балтийской республике не аннексировал, а, как он сказал, это было сделано по просьбе их легитимных правительств. Ну, какие это легитимные правительства, это технология, которая Советский Союз адаптировал успешно в свое время при аннексии трех балтийских государств, создав там ареночное правительство, они ровно то же самое повторили спустя 70 лет, когда аннексировали Крым, создав там ареночное правительство, а затем так называемое правительство народных республик в Донецкой и Луганской области. То есть, собственно говоря, их методы мало в чем изменились, ну, возможно, эволюционировали какие-то технологии, но в целом они работают по тем же лекалам. Безусловно, исторические раны, которые испытывают те фантомные боли, которые испытывает Владимир Путин по советскому прошлому, они так или иначе должны были его привести к его нынешнему состоянию. Он воспринимает себя, как мы понимаем сейчас исключительно, как Владимир Великий, собиратель русских земельчей, который должен вернуть в лоно российского государства, отбившиеся от рук, как он считает, совершенно незаслуженно бывшие советские республики, и не только их. И, безусловно, он имеет в виду, потому что точно таким же образом можно предъявить претензии и к Польше впоследствии, и к Финляндии, вот, не говоря, конечно, о странах Балтии. И идя по этому пути, он успешно развязывает военные конфликты, дробя, скажем так, территории, создавая огромные проблемы экономического, политического плана и раскалывая нации на всем посредственном пространстве. Давайте посмотрим, ни один конфликт, куда зашла Россия, начинающаясь с Ельцина, и, в общем-то, продолжая при Путине, он успешно не разрешился. Ни Приднестровский конфликт, ни конфликт с Грузией, где не аннексирован, но захвачена Абхазия и Южная Осетия, тем более Украина, где аннексирован ТРН и захвачена часть Донбасса, ничего из этих конфликтов не разрешается. Не разрешается в силу того, что против этого работает глубинный характер всей российской власти на протяжении последних более чем 20 лет. Всех лет, пока Путин находится при власти. Но еще раз скажу, было бы, наверное, немножко несправедливо не упомянуть его предшественника, большого великого демократа Бориса Ельцина, при котором огромное количество этих конфликтов на посольском пространстве, собственно, началось. Я только напомню за решением, что один раз Украина и Россия уже стояли, по сути, на пороге начала войны. Это было в 93-м году, в далеком 93-м году, когда решался вопрос тогда разделения Черноморского флота. И тогда чуть-чуть не дошло до боестолкновений между подразделениями украинской милиции Севастополя и подразделениями Черноморского флота Российской Федерации. Там фактически все останавливали в последнюю секунду тогдашний президент Кравчук и тогдашний президент России Ельцин. Ну, а что было дальше, мы, собственно говоря, уже знаем. Гела, а что вы думаете по этому поводу? Андрей, у меня просто техническое замечание. Если вы на момент, когда говорится, что теперь будете отключать мне зафон, потому что когда Тарас говорил, к вам приходил звук, слышен был его звук у вас? Хорошо, да. Значит, что касается статьи Путина, вот и его высказывания последних вызнаков, если бы месяц назад кому-нибудь из нас, вот из всех присутствующих, предложили бы написать на тему, что думает Путин о Второй мировой войне, что думает Путин о соседних государствах и так далее, я думаю, что каждый из нас написал бы текст близкий к тому, что написал Путин в этом ночной импульс. Я думаю, что ничего нового Путин не сказал практически с 2007 года, со своей мировой речью. Его взгляды не меняются, они просто акцентируются и, скажем так, он говорит больше о том, о чем думает, но я думаю, что он думал, что даже в 2007 году, а скорее всего, и раньше. Другое дело, что даже в 2007 году эти посылы не были официальной политикой Российской Федерации, сегодня они официальны, но, опять-таки, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, и согласен абсолютно с Тарасом по поводу демократической России и так далее, Вообще, у нас реакция на революционном в России и на эту речь, она была очень интересна себе экспертом, например, трона Акубадзе, это экспертом по вопросам безопасности, бывший замседитаря Сорбеза, она написала просто и в комментариях сказала примерно такую вещь, что политика России по отношению к Грузии не менялась ни во времена империи, ни во времена Советского Союза, ни во времена Бориса Ельцина, и не сейчас, и вряд ли изменится, когда не будет, поэтому мы должны быть только на пустах готовы. Напомню, что Грузия стала жертвой агрессии еще в начале 90-х годов, потому что в Абхазии и так называемой юрной осетей это была реальная агрессия, и то, что в кресло-министре занимал супер-демократ Адрей Козырик, не мешало тому же генералу, как это в генштаба, или тому же Шорги, который сыграл огромную, кстати, в Абхазской войне, проводить свою политику, и, в принципе, конец Абхазской войны, которая была гражданской войны, по факту, то есть началась она в Белиси, потом перекинулась на Западную Грузию, а потом перекинулась на Абхазию. Конец этой войны был в том, что Грузию собирались, реально существовали планы разделения Грузии на пять частей, это Абхазия, Южная Осетия, Аджелия, Западная Грузия, где должен был быть Гамсоходия, и Восточная Грузия, где должен быть Шеварднадзе, и исключительно благодаря тому, что у Шеварднадзе были международные связи, оставшиеся еще в современном работе с министром национального зала, это вполне осуществляется. Но, в общем-то, к тому же Шеварднадзе тогда пришлось назначить прямой креатурой Москвы, это министр госбезопасности Игорь Георгадзе, это Вардиконна-Дибаидзе, который вообще не владел Грузинским языком, но был министром обороны. В итоге, к 95-му году начали выходить из этого положения, первое покушение сразу же незамедленно собеждать, Игорь Георгадзе бежал в Москву, потом второе покушение Вардиконна-Дибаидзе, который, ну, я не думаю, имел связи к этому покушению, например, у меня, в отличие от Игоря Георгадзе, он не знает, но он тоже уехал в Москву. Человек, который, в общем-то, развязал гражданскую войну в Абхазии, Кангетский товарник, который, я считаю, является военным преступником, сегодня находится тоже в Москве. То есть для нас тут ничего нового нет. Когда Путин сказал про подарки, и у меня про это спросили, я сказал, что, ребята, конечно же, это про Украину и про нас тоже, но это, прежде всего, про Северный Казахстан, и это, прежде всего, про Беларусь, потому что подарки у нас и у Украины и забраны, или еще там, скажем так, частично уже забраны, а вот там еще подарки, в привычках Путинской остаются. Деополитические евроизоляции, это составная часть внутренней политики. От этого никуда не деться. И мы должны просто те страны, которые с этим уже столкнулись, и те страны, которые пока не столкнулись. Потому что тогда, в 8-м году, в декабре, я писал по поводу того, что Крым следующий, но очень многие, в том числе и в Украине, писали о том, что я разжигаю российско-украинскую гражданку. Крым оказался следующим, и очень скоро оказался следующим. А как вы, простите, как вы считаете, а хорошо, а вот сейчас, смотрев на все, что происходит, а кто, может быть, на ваш взгляд, следующий как раз захватнический план Кремля? Я не буду оригинален, честно говоря, то есть предыдущие спидеры об этом говорили, конечно же, это Беларусь, в первую очередь, первая церковь, которая есть. Естественно, есть проблемы в кавычках северного Казахстана, потому что я был в Астане неоднократно, в Агентстве, в Агентстве, в Агентстве. Значит, и последний, если это был май прошлого года, я увидел, что у многих таксистов там, где есть все леточки. Когда я спросил, в связи с чем День Победы там уже прошел, мне объяснили, что это не совсем не про День Победы, мне объяснили, что это про то, что здесь Россия, естественно, говорили граждане казахстане. То есть их идеологическая обработка тоже идет достаточно серьезно. Да и скажу так, казахские власти это хорошо знают, потому что там очень многие обстоятельства это не озвучиваются. Поэтому, ну это то, что лежит на поверхности. А в общем-то, в зоне листа находятся все, в том числе и Восточная Европа. Весь вопрос в том, насколько далеко это нужно зайти, потому что Крым показал, насколько эффективным для внутренней политики России могут быть подобные решения, то есть лейтинги у него взлетели и так далее. Поэтому вот для нас принципиальная задача, и у нас еще выборы будут в самой Грузии, у нас свои проблемы достаточно сейчас, я не говорю. Но для нас принципиальная задача тому времени и турбулентности, которое может наступить в России, иметь адекватные правительства, иметь адекватные правительства, которые будут готовы ответить на эти вызовы, которые, скажем так, тоже неизбежны. Ну хорошо, понятно. Да, спасибо большое. Ну давайте мы перейдем к нашим подтемам. Вот смотрите, пересмотр границ стран бывшего СССР, это такой предлог имперской экспансии, вот это единственная цель Путина, или же все-таки есть стратегия уже на завоевание не отдельных территорий, а уже полностью государств. Всем известно, что с самого начала правления Путин заявлял, что развал Советского Союза – это такая вот главная геополитическая трагедия. И это он все повторяет все эти 20 лет, нахождение у власти, он повторяет, что вот у него такая идея фиг существует, такое воссоздание бывшего СССР, как сейчас модно говорить, значит, СССР 2.0. Вот скажите, вот на ваш взгляд, все-таки речь идет, это вот действительно, чтобы забрать какие-то отдельные куски от бывших республик, вот как то, что мы уже упоминали, там Северный Казахстан, вот Донбасс, вот Приднестровье, и уже аннексирован Крым, вот, или все-таки действительно захватить полностью страны бывшего СССР? Вот в чем его стратегия? Вот вы думаете, это вот как будет проявляться? Тарас, можно начать с тебя? Да можно, конечно, Андрей. Ну, я думаю так, что, в принципе, стратегия, как таковой готовой стратегии в отношении бывшего постсоветского пространства, вот такой прям написанной, да, там, помесячной, у него нет. Путин прекрасный тактик, это всем известно, но он достаточно неуспешный стратег. Безусловно, у него есть какие-то планы, которые подготовлены Генштабом Вооруженных Сил Российской Федерации на случай проведения военных операций в тех или иных регионах. Мы прекрасно понимаем, что ни война с Грузией, ни война с Украиной, они не были экспромтом, они были подготовлены тщательно, и подготовка эта длилась на протяжении нескольких лет, в том числе существовали планы четкие, составлялись карты, масштабирование, подготовка, разворачивание тех или иных военных частей. Рассказывает о том, что, как он говорил в фильме, там, Крым будет на родину, что мы приняли решение в феврале возвращать Крым назад, и неожиданно все так быстро и слаженно начало разворачиваться. Это, конечно, полная архинея, и в это не верят ни представители спецслужб, ни представители вооруженных сил нигде в мире. Вот, поэтому, как некие идеи, безусловно, у него есть. Теперь, собственно говоря, к вопросу, хочет он их проглотить целиком, или его интересуют какие-то куски. Он об этом точно так же, послушайте, он четко об этом заявил. Путин же посылает, у него есть такая сигнала, система таких вот месседжей, таких сигналов, которые он любит посылать во внешний мир. Он же четко об этом совершенно заявил, в своей статье, там прямым текстом написано. Ребяточки, давайте собирать группу пяти ядерных держав, членов Совета Безопасности, и будем договариваться о новом, по, скажем, пост-ялтинском устройстве мира. Вот был Ялтинский мир, который нас полностью устраивал, в котором мы вложились, потеряв десятки миллионов своих сограждан, где мы победили, значит, нациизм, и мы получили свое влияние. Сейчас мы хотим точно так же с вами, естественно, договариваться. То есть вот эта система, сфер разделения влияния, она, в общем-то, дает ответ. Конечно, его интересуют страны в целом. Зачем Путину, ну, условно говоря, какие-то куске ампутированные? Ему нужен этот Донбасс. Если бы он ему был нужен, он бы начал там вкладывать, пытался создавать витрину счастливого русского мира или как в Крыму. Этого ничего не происходит. Ничего из этого не происходит. Крым превращается, вернее, он уже заканчивает превращаться в крупнейшую военную базу. Это самый милитаризированный регион сегодня в европейской, ну, скажем так, в этой части Европы, ну, а может, в принципе, и целой Европы. Такого количества напичканного военной техникой на вот этом маленьком промежуточке, да, вот этом кусочке суши. Вы нигде не найдете в Европе. Это самая милитаризированная сегодня часть Европы, конкретно аннексированный Крым. И поэтому его не интересует Крым как по отдельности, потому что он также никогда не интересовал. Его интересуют страны в целом по одной простой причине. Он мыслит категориями исторических земель, категориями, скажем так, распространения влияния. Если мы вспоминаем Советский Союз, который, помимо того, что он после Второй мировой войны захватил новые земли, которые были инкорпорированы в состав советских республик, в частности, Западная Беларуя, Западная Украина, части отторгнутые в пользу Молдавии, у Румынии, части отторгнутые, значит, у той же там Германии, ликвидация Восточной Круссии, которая стала, никогда не была территорией, скажем так, славянской, она стала. Ну и, собственно говоря, естественно, создание Балтийских государств. Но что он сделал советским, социалистическим, так называемым, лагерем, да? И эту политику продолжали все генсеки. Безусловно, они их не включали в состав Советского Союза. Хотя мы знаем, был исторический прецедент, когда Болгария хотела войти с 16-й Советской Социалистической Республикой. Но ей отказали. А зачем это было делать? Смотрите, то есть он говорит, там, где есть русский язык, там есть Россия, условно говоря. А все остальное – это зоны влияния. То есть он говорит, все, что где говорят на русском языке, будь то Грузия, будь то Украина, будь то Эстония, будь то Латвия, это все наше. Это все наше, ребяточки. Ну, Беларусь – это… и Северный Казахстан – это, в принципе, даже не обсуждается. Беларусь и Северный Казахстан, это очевидные жертвы, которые захватить намного быстрее и безопаснее даже, чем Украина. Потому что Украина сегодня не будет молчать, она не будет сидеть сложа руки, она будет бороться, безусловно, и это будет огромное количество жертв со стороны российской армии. Но мы прекрасно понимаем, что захватить даже такую огромную сторону, как Украина, военным путем, очень сложно, но возможно. Но зачем это делать, зачем ложить миллионы людей, если можно проводить операции по разложению политической элиты страны, по внедрению всяческому московских и российских агентов в силовые структуры, в медийные структуры, то, что сейчас активнейшим образом происходит в Украине. Вы не представляете, как изменилось медийное поле Украины за последний год. Вот тут я видел вопрос, прозвучал, к чему длиться в Украине. То есть, смотрите, мы сейчас стремительно приближаемся в политическом смысле к Украине 2013 года. То, какой она была при Януковиче, и даже уже с переклёстом, потому что такого дикого количества пропутинских СМИ не было даже при Януковиче. Янукович был донецким крепким регионалом, и поэтому он прикручивал краник всем, и наступал на горло песни всем. То есть он не давал развернуться ни национально-демократическим силам, и точно так же промосковским. Поэтому сейчас информационное поле практически переделено. Где-то уже приближается к половине то, что скупил Медведчук. Он уже вошёл в крупнейший информационный ресурс 1 плюс 1, который контролирует Игорь Коломойский, основной спонсор избирательной компании господина Зеленского, нынешнего президента. И поэтому ситуация стремительно меняется, и мы сейчас её увидим уже даже по местным выборам, как сильно выстрелят многие промосковские фраги. Ну и, собственно говоря, в завершение. Конечно же, он хочет вернуть их целиком. Но, возможно, он говорил, нам не нужна Западная Украина. То есть, условно говоря, всё, что было в своё время, входило в состав Польши, да, вот межвоенный, да, там, всем Западноукраинской областей, они ему не нужны по большому. А всё остальное, всё остальное, восточная, южная, центральная Украина, да, безусловно, да. Точно так же, собственно говоря, говоря, и страны Балтии бы он хотел, но, к сожалению, пока он этого сделал, пока, я говорю, сделать не может, из-за того, что они являются странами, членами НАТО. Но он активно работает над тем, чтобы расшатать альянс, и, безусловно, если он приступит, а есть большая вероятность, я считаю, до конца года, передела территориального, очень серьёзного, ну, по сути, мы будем говорить так, что реализации вот этих гибридных операций, в первую очередь, я бы сказал, что в большей опасности, конечно, сегодня Северный Казахстан, и в меньшей Беларусь. Но это всё может произойти уже даже в этом, в 2020 году. Гил, а вы-то что думаете? Вот кусками он не будет довольствоваться? Также как-то раз считается, что будет захватывать уже целыми странами? Вы знаете, мне тут вспомнилось, момент вспомнился с кавказской пленницей, когда имею желание купить дом, но не имею возможности, имею возможность купить козла, но не имею желания. Так вот, слава богу, тут желание и возможности российского голоса в целом, они не могут подать. Конечно же, для личного восстановления Советского Союза, это голубая мечта, если не детство, то верность. Но дело не в этом, дело в том, что проблема-то на самом деле, если говорить про Россию, проблема в том, что еще до Путина кто-то решил, что наличие нерешенных конфликтов на территории Большего Советского Союза, таких как Абхазия, не узнаешь, как называемая, Приднестровья, Карабах, это мощные инструменты в руках Москвы для влияния на эти страны и для того, чтобы убить там свои интересы, проводить таким образом. На самом деле получилась строго противоположная картина. Если мы возьмем на примере Грузии, чем больше было действия на нас, тем больше было противодействия. Русский язык, если мы говорим, если мы говорим про русский язык, то мы видим следующую картину. В 90-е годы уровень знания русского языка в Грузии было достаточно высоким. Сегодня молодежь практически не говорит на русском языке. Все очень просто. Сама же Россия сама Макква перехвела все возможности и системы для того, чтобы изучать этот язык и чтобы Россия была интересна. То есть, если раньше можно было поехать учиться, поехать в Россию вообще, сейчас это враждебное государство, с которым у нас виза выдерживает очень многосторонний виза выдерживает. И это предоставляет периодически идут разговоры о том, как о великом благе, что мы отменим банан. Это страна, которая до сих пор потребляет значительную часть нашей сельхозпродукции, но когда в нулевых этого не было, никто особо не путешествовал. А сегодня все, кто работает в России, знают, что завтра может Россий Беднадзор сказать, что ребята, вы извините, у вас тут ваши персики не годятся, какие-то черви, какие-то бессилеты, поэтому мы это не обещаем. Это будет политическое решение. То есть все это мы просто знаем и мы через это прошли. Благодаря тому, что взорвали газопровод и оставили Грузию без газа, Грузия перешла полностью на Зарвуденскую. Ну и так далее. Можно считать, что определенным таким, скажем так, тестовым режимом проверялось, как можно вести Девас-Грузию уже при его личном, уже при этом правительстве. Ну и что тоже ничего особенного достижения особенного нет. То есть есть достижения в неподвижной сфере, да, российский бизнес здесь увеличивает свое влияние. Американский бизнес просто, американские инвестиции, которые и так были малы, сейчас просто они находятся под давлением от того, что сенаторам и там приходится писать письма. Но понятно, при этом властям приходится оправдоваться и говорить, нет, нет, мы не такие, вообще-то ждем трамвая и курс Грузии на евроатлантическую интеграцию и так далее, он не подлежит никакому закону, потому что в обществе существует концепция. В обществе существует концепция не просто по поводу того, что мы должны стать частью в ценностном отношении, по стандартам жизни и так далее, но и по поводу того, что Россия реально враждебна странами и в отношении Грузии. Я еще раз повторю, что многие говорят о том, что, к сожалению, к моему величайшему сожалению, это мало зависит от того, кто будет власть. Поэтому, когда здесь были разговоры о том, если жизнь после Путина, наверное, жизнь после Путина есть, после какой она будет, наверное, тут очень тяжело нам будет говорить, кто бы ни был власть власть. Кто бы не был. смысл говорить с теперьшним руководством? Понятно, что нет. Нас не считают за страну. Реально, это тоже большая проблема. грубо говоря, не даже Украину в Москве не считают за страну. Считается на самом деле действительно как бы понятие страны у Путина в отношении точно Украины отсутствует. Это считается территория такая и поэтому такие большие споры идут в или на Украине. То есть вот из-за этого все. Хотя, заметьте, это было и в 2000-х годах и сейчас, чтобы Путин каким-то образом не высказывался по Украине, он говорит в Украине. Тарас, между прочим, это обращают внимание многие наблюдатели, что он вот употребляет в Украине, а не все-таки как на имея ввиду территорию. Хотя все действия и другая риторика говорит о том, что это в общем-то не Украина для Путина, не страна, а как в общем-то такая отколовшаяся часть, которую необходимо забрать. Ну хорошо, давайте поговорим об инструментах достижения вот этих вот захватнических целей. Какими будут на ваш взгляд вот эти решения? Они будут прямые военные операции, когда такие, как вот в Украине, как мы видим сейчас, в Донбассе и Луганской области. Ну в общем-то потому что все-таки после вот этих обнуленных, обнуленного Путина, после поправок, которые приняли, нарисовали итоги голосования по Конституции, в общем-то он теперь не имеет никаких вообще сдерживающих факторов, они просто все размыты и, собственно говоря, он может делать все, что хочет без оглядки на международное сообщество, без оглядки на какие-либо правовые аспекты. Они его и раньше, в принципе, не волновали, хотя каким-то, ну как-то все-таки можно было все-таки как-то что-то в какой-то степени приструнить. сейчас, после голосования, все эти факторы сняты, и он уже как бы может делать все, что хочет, и вот как раз после войны с Грузией не получилось присоединить какие-то территории, но в то же время по факту действительно Грузия лишилась части территории, это Абхазия, Южная Осетия, Абхазия, правда, была еще до войны, как-то там самостоятельно пыталась и выходила из поля действия грузинского руководства. Уже аннексирован Крым у нас, в Украине, как мы уже сказали, по сей день идут столкновения и военные действия на Зонбассе, Луганской области, подвешен на сегодняшний день предместировский вопрос, существуют эти проблемы в Северном Казахстане, которых тоже уже упоминали, в общем-то, не говоря уже о постоянных разговорах со странами про стран Балтии. Может быть, это будут, как на ваш взгляд, хитрые маневры, которые в последнее время пытаются осуществить так называемая гибридная война. Это когда в странах захватываются разные ресурсы, скупаются средства массовой информации, покупаются политические, экономические элиты, идет вербовка и скупка так называемых культурных элит, мы это все действительно видим на примере Украины, Тарас скользко об этом упоминал. Вот, как на ваш взгляд, будет это симбиоз инструментов всех, что я перечислил, или все-таки вот в зависимости от территории, в зависимости от страны будет выбрана там отдельная стратегия, которая не будет работать, скажем так, в отношении другой страны, которую Путин захочет присоединить. Вот, Гелла, как вы считаете? Начну с того, что гибридная война против Грузии, да и против Украины, она идет уже очень давно, то есть она не прекращалась практически ни на один день. Я бы сказал бы, так, что активная гибридная война началась с 2005 года. 2005 года. Что касается конфликтов вооруженных, что было тоже не прямой, но агрессия России, в принципе, на Донбассе России тоже не агрессия сельбридная. Это было с 1991 года. Поэтому говорить о том, что сейчас что-то новое придумают, я сомневаюсь. Проблема в другом, проблема в том, что в Москве сейчас полностью изнарировать мнение международного сообщества. А вот это игнорирование мнения международного сообщества, но международное сообщество, оно было мощным достаточно фактором, который ограничивал ареал деятельности на постсоветском пространстве, в том числе и по отношению Брюсска. Здесь уже все зависит не от российского руководства, здесь уже все зависит скорее от позиции Вашингтона прежде всего, но и Брюсселя тоже. То есть насколько они будут реагировать и насколько они будут адекватны для того, что угроза такого и есть. Ну и конечно это зависит от нас, потому что свободная оппозиция властей Грузии претвориться обеточью и не отсвечивать и не раздражать в коем случае Россию, она конечно же тоже является губительной от такой ситуации, потому что если не замечать в каждой столице, что возможен рецидив российской агрессии и Грузии, то я думаю, что очень трудно будет себя защитить, если такое случится. Возможно, есть, конечно, чисто в военном отношении, конечно же, есть возможности. в отличие от Украины, к сожалению, мы не обладаем этим ресурсом, чтобы собраться. Хотя это будет делать необходимо, потому что тот, кто себя не защищает и сдается, тот доказывается очень быстро в том положении, которое можно было бы назвать, скажем так, инфор. Спасибо. Тарас. Методы достижения поставленных целей. Очевидно, что это будет комплекс мероприятий, которые мы называем, скажем так, методом информационно-психологического давления, которые осуществляются различными образом. В первую очередь, через средства массовой информации. Еще раз повторюсь, в Украине сейчас активно скуплена уже и продолжается скупка телевизионных каналов и средств массовой информации. Интернет-сайт, в частности, выходят и они фактически, как сказать, возникли из ниоткуда или резко нарастили свою деятельность за последний год. Телевизионные каналы Медведчука это три одних из самых крупных информационных каналов на сегодняшний день, которые у них есть, плюс крупнейший общий национальный канал 1 плюс 1, где у него есть значительная доля акций, точно так же выпускал, ну вот примером буквально невозможно было представить раньше этого на украинском центральном именно телевидении. Канал 1 плюс 1 всегда отличался, ну условно, это такой патриотической повесткой дня, особенно во время событий украинско-российской войны начиная с 14-го. Да и что мы видим? Мы видим на этом канале расследование, где появляются спикеры и так называемые эксперты из Пула Медведчука, они очень активно работают над скупкой политических экспертов, уверен, та же ситуация и по Грузии, вот, и она по другим по советским странам и они рассказывают якобы о существовании в Украине большого количества секретных американских биологических лабораторий, где разрабатывается биологическое оружие вплоть до COVID-19 и значит все об этом знают и вообще это все нормально. То есть это выходит такая программа, которую курирует одиозный депутат Каналады от Коломойского, вот, а Денис, вот, и она выходит на канале 1 плюс 1. По этому поводу невероятная вещь, значит, Госдеп США делает даже специальное заявление и просит не верить фейкам и конкретно называет и канал 1 плюс 1, и Медведчука, что, ребята, давайте шоу-рассказ, это полный фейк, вообще бред. То есть было заявление замгоссекретаря по этому США. То есть мы прекрасно понимаем, где Украина на карте мира, да, находится, ну, то есть давайте прекрасно понимать. Тем более какие-то маленькие, ну, то есть условно, телеканалы, чтобы на этот Госдепартамент не делал специальное заявление. То есть это вот пример того, этих операций информационных, которые они делают. А перед этим этот же фейк активно кочевал по всем Медведчуковским каналам, пока он, наконец, не дошел. И вот только месяц назад журналисты вскрыли, оказывается, что тайно была осуществлена сделка по покупке четверти акций канала 1 Виктора Медведчукова. Сейчас он пытается активно скупить еще одну медийную группу, как говорят, которая принадлежит Виктору Печуку. Вот, правда, пока у него не получается, но если ему это удастся, это будут три просто крупнейших общественных канала, которые работают с такой нишевой аудиторией. Мужской аудиторией, молодежной и женской. То есть все кластеры, все будут полностью перекрыты. Если ему это удастся, то они активно готовятся, Медведчук. Вот, плюс партия Шария, которая активно сейчас начала пользоваться огромными финансовыми возможностями. Да, мы знаем о том, было журналистское расследование, недавно, громко нашумевшее в Украине, которое вскрыло схему в том числе, служба внешней разведки Украины эту информацию доставала о том, что якобы Шарий имеет ежемесячное финансирование в размере одного миллиона долларов США. И они активно сейчас наращивают силовые усилия. То есть они закупились вот такими копниками отряды таких хунвибинов Шарайовских, которые сначала ходили, митинговали под офис Зеленского, а потом они стали нападать на людей в центре Киева и даже есть видео. Нападали прямо на ту форуму метро, били ветеранов АТО. Ну, как бы эта ситуация имела обратный для них эффект. То есть сейчас с этих товарищей началась уличная война. То есть этих всех товарищей Шарьевских активно отлавливает ветеранское сообщество и заставляет на камеру извиняться за то, что они делают. Вот. Поэтому они, по сути, сейчас провоцируют начало полномасштабной уличной войны. Ну, провоцируйтесь всем правильно. Она уже идет. Эта война идет. Идут нападения и на активистов, и на журналистов. И это происходит по всей стране. Причем не только, казалось бы, центральная Украина, южная. Нет, даже уже в Бальбове было недавно вот такое побоище массовое с представителями этой партии. То есть они, грубо говоря, работают по всей территории. Вот. То есть политическое разложение руководства, скупка политических деятелей, чиновников, представителей спецслужб. Служба безопасности Украины вскрыла, что к моменту бегства Януковича там были завербованы как минимум то, что они знают. И те люди, которые были арестованы, получили сроки несколько десятков высокопоставленных офицеров, как спецслужб, так и армии. И мы прекрасно понимаем, что эта работа никогда не останавливалась. Вот. Медиа я упомянул, политику я рассказал, ну и как бы прямое военное вторжение. Конечно, они будут прибегать к гибридным операциям. Конечно. Особенно в таких странах, как Казахстан, безусловно, да. Вот. В Украине нет смысла уже прятаться. Все прекрасно понимают, что здесь находятся, да. Но вот тревожный сигнал. В Запорожье после шести лет отсутствия неожиданно возродилась казацкая организация. Казачки появились по такому российскому типу, да, путинскому такому лекалу созданной, которой уже заявили, что мы будем защищать Святую Матушку Русь, Святую Украинскую Православную Церковь, Московского Падрахата и тому подобное. То есть, вот идет возрождение всех этих силовых структур, типа оплотов, которые активно принимали участие в русской весне в 2014 году. Ну и, наконец, Херсон. Вот был недавно прогноз, сделанный бывшим командующим с свободными войсками США в Европе генерал-лейтенантом Беном Ходжесом, который прямо заявляет, что в сентябре в большую долю вероятности может начаться прямое военное вторжение из Крыма под поводом того, что начнет гуманитарный кризис. Отсутствие воды и поэтому Украина воду не дает и поэтому военнослужащие российской армии продвигаются до шлюзов, там не так далеко идти, там идти буквально где-то 25 километров до этого шлюза и открывают его для подачи воды. Ну, естественно, это уже прямая военная агрессия. Вот. Кстати, эти слова подтвердил, как ни странно, и Министерство иностранных дел сказал, что такая вероятность есть, и министр обороны недавно выступая во Холмораде сказал, что да, к сожалению, наша информация тоже подтверждает, что такие планы имеются. Поэтому, к сожалению, это уже не прогнозы там политологов, это абсолютно реальная ситуация такая вот, очень тяжелая, с которой мы можем столкнуться уже через три месяца. Да, понятно. Ну, собственно говоря, мы подошли уже к ситуации такой, что необходимо и поговорить, и, может быть, действительно, Тарас, наверное, ты в первую очередь предоставишь какое-то видение. Вот что вообще можно сделать в такой ситуации, когда вот ты обрисовал те вещи, которые, да, обращают внимание, но, я так понимаю, никаких, в общем-то, последствий пока не имеют. вот эти все скупки, значит, вербовка, значит, продвижение на украинскую территорию. Как можно представлять вообще вот эти все экспансии? Вот какие средства есть у стран и народов бывшего СССР для этого? Может быть, например, вот вступление в НАТО может способствовать каким-то ограничениям вот этих либо, не знаю, там, дополнительно и вообще ожесточенные такой жесткие меры вводить в отношении лиц сотрудничающих с путинским режимом, с путинскими представителями. Может быть, есть необходимость создания каких-то военных союзов, там, Украина, Грузия, страны Балтии отдельно или Молдову подключить. То есть, вообще, как вы считаете? Что здесь? Потому что проблема в том, что все эти действия мы видим год за годом, уже десятилетия, они совершаются Путиным, причем это идет вот шаг за шагом, да, то есть, это он потихонечку, потихонечку так продвигается. А последствий этого всего и как-то противодействовать этому, ну, лично я не особо вижу, потому что захлебнулись вот эти санкции так называемые у западных стран. Да, есть продление тех, которые раньше ввели, но они не работают, мы все это прекрасно видим. Новые санкции не вводятся, и, ну, в первую очередь, потому что вот в Америке такая администрация, да, возглавляемая президентом Дональдом Трампом, который по той или иной причине, да, там, одни его считают чуть ли не прямым агентом Путина, другие считают, что у него есть какие-то, значит, коммерческие интересы, какой-то компромат есть у Путина, поэтому, в общем-то, он не особо рвется каким-то образом ограничить вот путинскую экспансию в мире. Что вообще можно сделать? Ну, сразу скажу, что я не верю ни в какие военные союзы на постсоветском пространстве, которые могут эффективно сегодня противостоять российской армии, российские вооруженные силы сегодня не имеют себе равных не то, что в Европе, но, наверное, единственная армия, которая может сегодня с ними сравниться по уровню подготовки, только американская, даже китайская армия при всем уважении не соответствует. Путин прокачивал вооруженные силы Российской Федерации последние 20 лет, причем активно, и если там проводить, да, условно-распортивные аналогии, ты никогда не станешь чемпионом, если ты не участвуешь в соревнованиях, да, то есть, если ты не участвуешь в олимпиадах, чемпионатах мира, ты можешь заниматься в зале, но ты никогда не проверишь, какой ты. Он проверил свою армию, к сожалению, для нас многократно, и это было и в Грузии, и в Украине, и в Сирии сейчас это происходит, и, безусловно, уровень боевой подготовки российской армии очень высокий, и он постоянно повышается, то есть он постоянно готовит людей, и они имеют опыт боевых столкновений, то есть в реальном режиме, и была бы глубочайшая ошибка сказать о том, что, ну, из Сирии там, ну, что они могут сделать, то есть, окей, Украина есть армия, да, сейчас украинская армия вторая по численности в Европе, и что, условно говоря, то есть полномасштабного столкновения, особенно учитывая десятикратный перевес в военно-воздушных силах, украинские вооруженные силы не смогут ничего осуществить. Мы, собственно говоря, смогли отвоевать 70% Донбасса в 2014 году только благодаря тому, что российская авиация не вводилась в действие. Вот. Если бы она была введена уже тогда, последствия были бы, количество жертв было бы намного больше, в несколько раз больше. Вот. И поэтому, кстати, вот свежий скандал, вам тоже, пожалуйста, на заметку, как работает российская агентура. В Украине есть такое государственное бюро расследования, оно создавалось по аналогу ФБР, но с приходом Зеленского оно превратилось, ну, условно говоря, в такой вот аналог Следственного комитета Российской Федерации. Оно исполняет любые совершенно даже незаконные требования по преследованию ветеранов АТО, там, бросает людей, там, условно говоря, в застенки, хватает, заводит дела и тому подобное. Что они сделали? Они пришли в три, в три военные части Украины, как раз-таки в воздушные силы Украины, ну, переименованная, это бывшая ПВО, противовоздушная, да, оборона, и изъяли боевые блоки управления комплекса С-300. Можете себе это представить? Под поводом того, что была коррупция и разворовывание, и, по сути, они обезоружили несколько комплексов С-300. И только после того, что сделало это командование, оно обратилось к журналистам через страницу в Facebook, ребята, что происходит? И только просто огромного резонанса, значит, одни эти уроды извинились и все это вернули. Сейчас Зеленский сказал, что мы сейчас проведем расследование, но, ребята, ну, мы же понимаем, что это не самодеятель, это не случайность, да? То есть это была проверка. Опять же, неизвестно, в рабочем ли состоянии были возвращены эти блоки и не отключатся ли они в критический момент. Мы ничего не знаем, да? То есть они ушли, они отсутствовали сутки, потом типа их вернули назад. Ну, как это вообще возможно? То есть вот, что происходит. И как этому противодействовать? Конечно, вступление в НАТО это единственное, что может нас сегодня обезопасить. Но мы прекрасно понимаем, что сегодня из-за противодействия, в том числе вот таких вот путинских прокси, агентов стран, которые сейчас находятся в НАТО, типа Венгрия, типа Франция, ни Грузия, ни Украина, ни тем более Молдова в ближайшей перспективе членами НАТО не станут. Вот. И поэтому единственный путь это, конечно, укрепление национальных пораженных сил, Это работа спецслужб, то, чего на сегодняшний день не происходит, не происходит в Украине. Спецслужба, по сути, закрывает глаза, ну, большей частью, на действие, вот, и откровенную вербовку, и искупку и политических деятелей, значит, и чиновников и тому подобное. То есть, это вся деятельность практически контрразведывательная, она свернута. Вот. И, безусловно, все же работа с санкциями. Я не согласен с тем, что ты говоришь, что санкции не работают. Если бы они не работали, Путин бы так не пытался их истерично отменить все последние годы. Его очень бесит, в первую очередь, то, что он не может перед пацанами, которые доверились ему, обеспечить их свободный доступ к их вилам, к их имуществам, к их счетам за границей, мы тому подобное. Его очень сильно ломают. Ему наплевать, ну, все же понятно, как действует на российский народ санкций, абсолютно плевать. Но ему не плевать, то, что к нему приходят там пацаны и говорят, слушай, ну, это же ненормально, типа, не могу там к сыну слетать в Оксфорд или к дочери в Майами прилететь, потому что, блин, я под санкциями, что мне делать? Извините. Поэтому он эти санкции, конечно, хочет отменить. Но какие санкции? В первую очередь, персональные и те, которые ограничивают развитие технического сотрудничества. То есть, то, что ограничивает его военные возможности, то есть, доступ к западным технологиям. Вот, собственно говоря, и все. Вот. И в любом случае, мы должны готовиться до тех пор, пока Путин жив, а состояние его здоровья нам не дает пока надежды говорить о том, что его уход состоится в ближайшее время. Хотя, как говорится, все у Бога под контролем, и только он может знать, сколько каждому из нас отведено. Но мы должны готовиться к очень длительному противостоянию и понимать, что мы имеем дело с очень хитрым, очень подлым и очень ресурсным врагом, который будет урезать благополучие российского народа последовательно как он это делал все последние годы, в угоду своим геополитическим марганям, вместо пухганского слова, ну, это такие фантазии, но с такими негативной коннотацией, такие вот бредни, да, своим геополитическим бредням. Вот так вот. Гела, ну, а скажите, у вас в Грузии как-то идет такое вот противостояние вообще? Или же все-таки так на самотек опустили, пока вроде Путин не пристает, да, ну, и как-то занимаетесь своими делами? Что у вас там происходит на этом фланге? Ну, давайте разделим, смотря с чьей стороны идет это обстояние. Со стороны общества, да, и все равно, и тут, вот я говорил по поводу того, что у нас, конечно же, по сравнению с Украиной, очень небольшие возможности военные, но в то же самое время по поводу ситуации в обществе у нас достаточно, гораздо лучше ситуация, потому что, ну, фактически перекупить часть, даже часть, значительную часть элит, медиа, пространство и так далее, здесь практически невозможно. То есть, наши лидеры общественных мнений очень сильно завязаны на запад и являются абсолютно прозападными. Кроме всего прочего, само население прекрасно понимает и опыт войны 2008 года, да, и войны 90-х годов, прекрасно понимает роль и место России и российского руководства в нынешней истории. и поэтому у нас в этом плане все более или менее нормально, у нас именно общество противостоит и критикует очень серьезно власти за их нежелание как бы раздражать лишний раз кремль. Теперь, что касается возможности противостояния, ну, скажу прямо, что единственным гарантом нашей безопасности могут быть только соединенные штатами. Это понятно, это ясно, поэтому и об этом уже были разговоры, об этом был Релик Кофе писал, об этом говорил и Курт Волкер, который, будучи на должности уже после того, как он ушел с должности, что стремиться к заключению договора в недвухом партнерстве соединенными штатами, это достаточно интересное, скажем так, достаточно интересное направление и скажу так, так как наши политические политики, представители неправедливых органов политологи, аналитики и так далее, они действительно связаны с Соединенными Штатами и имеют хорошие связи, кто такие, вот через это вполне могут возникнуть. Мы видели это вот сейчас на примере внутренней проблемы, но в нашей стране внутренней политики является продолжением внешнего наоборот. Так вот, по поводу избирательного кодекса, отказа грузинской комиссии перейти на новый избирательный кодекс, после этого они стали получать письма счастья от Конгресса США, после этого был комментарий КНПЛ, и власти были выражены перейти на новый избирательный кодекс, в связи с которым в Грубе будет почти пропорциональная система, добивались пропорциональные, но в конце они добились, хотя и были обещаны. Теперь, что касается НАТО, естественно, я согласен с Тарасом, что вряд ли мы в ближайшее время станем членами НАТО, но в то же самое время существуют очень серьезные программы сотрудничества с нами. И благодаря этим программам и развитию вооруженных СССР, не только вооруженных СССР, мы вообще, там есть и гражданский сектор, грузы, они очень важны для нас, поэтому сотрудничество с НАТО будет, конечно же, продолжено. Институционально, я скажу больше, институционально мы уже в НАТО. Единственное, и это единственное, что оно, конечно, очень важно, но у нас не важно, а у нас не распространяется пятый пункт. Что касается всего остального, то есть наше сотрудничество с НАТО и наше участие в операциях НАТО, наших военнослужащих, оно в процентном отношении гораздо выше, многие страны. Ну и, конечно же, это горизонтальные связи между странами, и тут очень важно сотрудничество с теми же украинскими эспертами, и не только украинскими коллегами, и тут и про Белоруссию, Армейский, Азербайджан, в Львине, в Центральной Азии, Казахстане, Узбекистан, и выработка какой-то общей повестки. Мы пытаемся это делать в своем центре стратегического анализа Джессак. У нас достаточно хорошая связь с тем же центром исследования армии конверсии и разоружения Украины с центром стратегии 21 Гончара. Думаю, с призмой, думаю, будем расширять эти связи. И, скажу так, планируем, чтобы открыть центр российских исследований, центр исследований России, потому что то, что у нас вообще никто не изучает Россию в Львахо, это тоже очень большой недвижимость. Поэтому я надеюсь, что же сотрудничество совсем если это у нас получится. Где-то вот так. И это противостояние. Противостояние идет на уровне общества, и я думаю, что это гарантия того, что она или поздно она украинская ответственность. Да, спасибо большое. Ну, понятное дело, что в рамках одной единственной дискуссии по такому зловодневному и глубокому вопросу невозможно определить и высказать все позиции. Мы, безусловно, будем в дальнейших наших форумах обязательно поднимать снова и снова этот вопрос и уделять ему как можно больше внимания, тем более, что, в общем-то, вызовы нам ежедневно путинский режим выдает и не обращать на это внимания уже просто невозможно. Спасибо большое, уважаемые спикеры. Игорь Негода.